Есть несколько прикладных замечаний. Я предполагаю, что все наше замечательное заседание, этого круглого стола, оно на самом деле, это просто манифест. И, скорее всего, этот манифест, он не превратится в какие-то реальные поправки. Тем не менее, есть, опять же, один пункт, который волнует севастопольцев, и до сих пор я не увидел здесь, здесь я точно внимательно читал. Вот, это вопрос о крымчанах в применении к выдвижению кандидатов в президенты. Да, потому что ценз оседлости, 25 лет постоянного проживания на территории России, плюс не имение никогда гражданства. Но если последний вопрос нынешней редакции снят по поводу того, что гражданам Российской Федерации, проживающим на присоединенных территориях ранее, бывших в составе других государств, к этому не относятся, то вопрос, будет ли дополнено, вот это вот пункт 2, 81 статьи, будет ли дополнен он соответствующей формулировкой по поводу того, что точно так же к этим гражданам и не относятся, либо же их проживание на территории присоединенных, равносильным проживанию на территории Российской Федерации. Возвращение кандидата на должность президента в отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого было принято в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, это статья 65, часть 2, и постоянно проживающих на территории принятого в Российской Федерации государства или территории принятого в Российской Федерации части государства. То есть это не 81 статья, это 65 регулируется? Нет, это статья 81. Вот правки, которые внес президент в парламент. Они уже прошли первочтение. Вот здесь все... Я прошу прощения, пока можно? Просто те, пожалуйста. То есть в принципе, жители Крыма как раз, это не распространяется. То есть территория или государство, если вся Украина сейчас в состав Российской Федерации... Я вижу здесь требования к кандидату на должность президента Российской Федерации от отсутствия у него гражданства, но я не вижу здесь упоминания о требовании к 25 годам. Здесь она отсутствует. Президент в РФ может быть здесь брон гражданиной Российской Федерации, достигшая 35 лет, постоянно проживающая на территории Российской Федерации не меньше 25, не имеющая и не имеющая ранее гражданства иностранного государства. Требования к кандидату на должность президента от отсутствия у него гражданства иностранного государства не распространяются. Все, все окончено. Я думаю, что может быть здесь просто не совсем грамотно-сфоругивно, Но здесь, по сути, по-моему, как раз говорится о том, что если территория стала частью России, для государства... Там, скажем так, там обыгрывается то, что он жил на территории этой страны. Все, Лакостас, сейчас обсуждается специально за проект, пока он еще не подан, именно о крымчанах, о том, чтобы вот эти нормы не расправлялись на крымчанах. Олег, я это все знаю, я просто на всякий случай, я понимаю, что вот, скорее всего, по доктору, по правке, они имеют шанс пройти. Потому что вряд ли кто-то заинтересован в дискриминации, конкретно там жителей Крыма и Севастополя. Тем не менее, я просто вижу вот эту вот существующую редакцию и вижу, что она ущербна.